Музыка Наконец-то, у нас есть Как великий смотри Забыла наушники дома Я без наушников Как дела у вас Hello from South of France Смотрись, как красиво Когда долго не бываешь, особенно пробылась Ой, какой кайф Погода нереальная Привет Смотри Не можете решить пойти на курсы фотографий Можете, чем больше курсов вы пройдете, тем лучше Тем больше знакомых вы придете и интересно Конечно, идите лучше, чем дома сидите Смотрите Сейчас губы хорошо Я поняла, что вам нравятся мои накрашенные губы Но это я без макияжа Без фильтров и без макияжа Вот, пожалуйста Как есть Надо фильтры поставить на руку А их нет Мне фильтры не ставят Как не есть Господи Ну, можно есть Почему надо не есть обязательно Все эти фрукты просто Только отдельно, не с другой пищей Кушать то, что организму будет пользу поносить Вообще не есть тоже не надо Неправильно Как покорить сердце мужчины Мне кажется, мужчина должен покорять сердце женщины Согласны со мной? Почему вы должны покорять сердце мужчины? Вы женщины, вы должны просто быть своей красотой Своей наполненностью Сверкать, сиять И мужчины уже должны покорять вас Что помогает тебе устраивать рапорт Что такое рапорт? Сколько раз я кушаю по-разному По два, по три Больше по два Кольцо новое Хорошо забытое старое Пакистану привет Я вот уела узбекский плов Узбекские чебуреки Буду скучать Здесь такой еды нет у нас Я хочу показать Какие деревни Дележки Дележки Супер Солнце, море Там на солнце сейчас еще не цепок Спасибо, Уфа, вам тоже большой привет. Анжелищечка думала, что мамочка ждет, мамина красавица. Сейчас мамочка будет челевать, дочечку свою. О-хо-хо-хо, 115 лет я долго сейчас буду, да, 115 будем. Молодыми, красивыми, здоровыми и до 115 лет. Мы просто договаривались, есть договор с теми, кто меня смотрит, что мы будем жить до 115 лет. Вот кричит, все, тратик. Сейчас, коли же губы, я не колю губы вообще. Вообще. Я давно ничего не колю, я имею ввиду, я даже на саду, которую я отсидела сейчас. Мам, приветик. Я добралась, все хорошо. Солнце, классно. Спасибо. Я вас всех приглашаю на свой день рождения, свое празднование 115-летия. Всех вас. Давайте какой-то пароль придумаем сейчас. Пароль, чтобы вы пришли ко мне на 115-летие. Какой пароль у нас будет на дне рождения? Чтобы знаете, что мы приглашены. Пароль 115-летия, я так и думала, что пароль сделает на 115. Ну, тогда враги догадаются, придут, придут в непрошенную гость. Ну, ладно, если враги доживут, то это просто уж приходит, так и быть. Дочка дома ждет маму. А, в Москве ливень, ну все, теперь может быть ливень. Теперь я уехала, теперь может быть у ливня. Вчера классно был ливень, мне понравился, я попала под дождик, да классно. Я люблю. И мне говорят, вам Викторию зонтик дать, ее будь, да не, не надо, ее же не сахарное, не растаять. Да, не совсем. Как она называется, человечество волос? Это очень-очень сложный вопрос. Это вот сейчас буквально две мойки, и будет он такой более, он будет такой натуральный, но более, как будто как милированный. Здесь надо вот, вот, арт-хейр я указала, и... Так что вот они вам могут рассказать, арт-хейр там праздник. Сладкая иногда бывает, иногда, редкий раз бывает. Иногда хочется. Правда, не хочется. У меня сахарная, ну, под дождем не дают. Очки, это Диорка, да, Диорка, пара очки. Сейчас сделала масочку в самолете. Вот, сегодня они сделали массаж, маска, не донали его крема, ничего. Прямо идеально. Как они, как бы, делают массаж просто? А, вы еще поспал с Валенькой? Санкрытым домом. Такая просыпательная, рот открытый. Хорошо, что я одна сидела. Не было рядом никого. Мама, давай делай визу, тоже прилетай, что-то свидетельство. Летай, что-то свидетельство. Сидеть-то нечет. Рядом, мне кажется, сам. Рядом, я тебе сейчас говорил. Рядом, я буду возвращать. Рядом, я буду. Поехали. Рядом, я буду. Рядом, я буду. Рядом, я буду. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Здесь будет салон. Салон обожаю, блин. Режется ревер в сейфе. Не приходится. Все в сейфе, да в сейфе. Я сейчас не худею. Пока, дорога. Я сейчас не худею. Зачем худею? На борт управляются. Смотрите, как красиво. Море солнца. Привет, Крис. Монакрис здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не лицемерия поводной собой. Ребята, я говорю, все, что делает, такая метода, какая делается в России, приведет к тому, что ничего хорошего не будет. Поэтому, какой вы себя видите в 70-80 лет, я себя вижу очень, очень энергичной женщиной, которая ходит на каблуках. Все свои шпыльки, которые купила. Огромную коллекцию я буду их носить до 100 лет. В 100 лет раздаю свои ЛМТН. Я чувствую, что еще рожу от этого ребенка. Нога же увеличивается после беременности. Стал 37,5. Раньше была 37. Чувствую дочка, скоро через пару лет будет носить мою душу. В корейской косметике отношусь хорошо, положительно. У них есть классная косметика. Я вообще, как видите, эксперт стала просто. Все вопросы, что делали, что кололи, что туда-сюда. Раньше кололи гиалурон, и, ребята, просто асимметрия была жуткая. Она начала эмигрировать. Вот здесь появились такие колбасы у меня были вот здесь. Вот такие вот, вот так вот прям. Вот сколько, вот сейчас я скажу точно, сколько. 4-5 лет. А, нет, да, 4 года назад. В последний раз, 4 года назад. И потом Саймон, который мне выправил всю асимметрию, потому что у меня залом был один больше, другой меньше. Просто вот сюда радиус делать, радиус вот сюда. И он приподнимает. То есть, как бы он ничего не... Как это называется? Ничего не... Объемы никакие не закладывает. Что-то. На завтрак я люблю кашу, обожаю. Кашу на воде, овсянку с ягодами. Вот. Носогубки, это самый главный вопрос сейчас, да? Ребят, смотрите, если... Если, короче, вам предлагают носогубки заколоть вот так вот, вот так филерами, прям к черту посылайте этих косметологов. Вот. Потому что... Ну, конечно, если у вас там супертонкая кожа и складка глубокая, да, там можно потихоньку... А если у вас вот такая вот кожа, как у меня, она не глубокая, так что мы прям вот, знаете, как ткань складка вот такая бывает. А вот просто чуть-чуть объемчик. Вот это уже нельзя делать ни в том случае. Как вы относитесь к казахам? Я не знаю, почему вы спросили, но я очень люблю, очень люблю этот народ. Я считаю, что они очень позитивные, с прекрасным чувством йора. У меня очень много друзей казахов, я вообще их выделяю среди остальных именно в плане своего позитива и вот какого-то доброжелательства. Какие-то такие всегда позитивнейшие люди. Всегда улыбаются, всегда шутят. Я даже там смотрела онлайн и казахский. Смеялась. Очень приходит. Очень люблю этих людей. Да, китайцы мне сегодня приходил, смотрел Пунс опять с утра. Сказал, что надо спать, ложиться пораньше. Спать я могу ложиться пораньше только когда ребенок дома. Я с ней засыпаю в 11 и просыпаюсь с ней всегда. в 11 утра. А без ребенка, когда я преложусь с 3 утра, все это не нужно вырабатывать. Киргиза, кстати, у нас была тоже моя баба, самая лучшая подруга была киргизская. И у нее дочка была Надин или Надира. Надира, мы с ней дружили. Тоже очень хорошие, добрые. Но они такие менее эмоциональные, киргизы. И как будто как не знаешь, что от них ожидать. нет, я не сижу на диету. Как начать относиться ко всему с иронией? Киргиза. Послать всех нахуй. И все нахуй. Всех и все. И сказать, да идите вы нафиг. Не людей я имею ввиду, а все ситуации обстоятельствуют. И все прям вот сразу наладится. Клянусь. Как только завезите, все, оно подальше. И сразу все наложусь. Я вам отвечаю. Казахстан, привет. Ну что делать с шеей? Девочки, я же вам все показывала. Все свои упражнения, все, что я делала. Шея, мы смотрим на звезды. Да. И в машине, конечно, здесь нельзя. Когда приедете, смотрите на звезды. Ну и все. И чуть-чуть через вперед. На звезды смотрите. И через чуть-чуть вперед. Ну вот у нас и будет качаться здесь. У меня можно... Ну такие мышцы... Ну я качалась, но можно так в горло ударить. Я даже не хочу сказать. Узбек есть ли, друзья, узбеки? Есть один. Причем и должен 20 лет. И есть, конечно. День рождения недавно. Он уже взрослый, друг мой. У веки тоже есть. Польца Венеры я не убирала, нет, слава богу. Расскажи, как мне эти перемены еще и с работы валяют. Я считаю, что... Это не засосы, там у меня массаж делали и прищели. Я считаю, что... Ой, смотрите, как красиво. Я считаю, что перемены нужны. Перемены важны и полезны нам. Так что... Перемен мы все боимся. Это нормально, это естественно. Мужчины трусливее, чем женщины гораздо. Они еще больше боятся перемен. Поэтому зачастую они так переживают, когда женщина приходит и говорит, что я беременна. Вроде как бы хочет, чтобы только она беременна. А когда женщина ему об этом сообщает, очень много было подобных случаев, когда они просто... Просто исчезают. С горизонта. Так что... В Манте я не поеду. В Манте должна сама прийти эти камни. Почему не куплю квартиру в Монако? Ну, ребят, квартира в Монако стоит... Ну, хорошая квартира в Монако стоит 15 миллионов евро. Уж если такие деньги вкладывать в недвижимость, то лучше купить дом, мне кажется, чем квартиру вкладывать. Многие, очень многие, кто имеет дома на Риге-Франции, они снимают пожизненно здесь в Монако квартиры. И эта квартира может быть за тобой уже никто. То есть, эти квартиры, которые снимают, их можно пожизненно снимать. Они построены в тех домах, находятся в тех домах, которые только для снятия. То есть, ты не можешь эту квартиру в частном иметь порядке. Поэтому очень многие снимают, и это гораздо дешевле. Можно снимать, можно контракт на 40 лет, на 50 лет. Это не сосус, ребята, это массаж. Вы что, не понимаете? Это массаж. Меня прищемили вот так. И ухо обожгли плойкой. А, это обожгли плойкой. Ну, спасибо за красотку, ребятки. Спасибо. Как избавиться от колбасок? А колбаски должны сами пройти. От них никак не избавишься. Это уже все. Это уже вот эти колбаски, если вы понимаете, о чем я говорю. У меня эти колбаски были вот такие, вот потом вот сюда вот так. Ужас. Ужас. Просто ужас. Я вас люблю. Спасибо за ваши приятные комментарии. Смотрим друг на друга. Где я? Где Монако? Монако, Монако, Монако. Едем сейчас, вот, приехали, смотрите. От чая не надо отказываться. Я сейчас с китайцем разговаривала, спросила, какой чай вы пьете? Я говорю, ну, я любой пью, черный и зеленый. Он говорит, вам лучше черный. Вот. Спасибо за красавчик. Анжелишка где дома? Ждет маму. Я, когда вы будете волосы снимать, как саввят растут, так и снимаю. Завтра у меня в 7 утра фотосессии. В 7 утра. В 7 утра. Это у нас фотосессия в аэропорту будет. Так, интересно. Это съемка для журнала, для обложки для французского журнала. Очень интересно. Он завтра в аэропорту. У Саймона все написано, все расценки у него. Надо, скажи про макияж. Ну, сейчас лежит макияж. Брую просто покрасили вчера. Мы их слили на мне. Покрасили. Про обоняние. Вот сделал мне китаец вот эти штуки. Сказал массировать. Что они помогут вернуть. Короче, каждую их 5 штук у меня. Каждую надо массировать по минуте. И 5, ну, 5 дней носить. И у меня специальный напиток. Мне приготовил специальный. Который, как это правильно сказать. То есть, каждый из ингредиентов, которые содержатся там. И сухофрукты, и имбирька чуть-чуть, и того, и того, и того. И какие-то травки. Они согревающие. Вот. Напитки вот эти мне дал. Сказал траву заказать. Я из Китая буду. Сейчас вам закажу траву специальную. Буду пить. И вот эти штуки на уши. И, вроде, должно обоняние вернуться. Будет интересно, если вернется. Покажи глазки. Я не думаю, что надо сделать первоментные губы, стрелки бровые. Ребят, правда. Уж еще там бровые губы можно сделать на стрелке. Это такое прям... Что такое бьюти бокс? Где заказать? Я поставила сториз вчера вечером. Виктория бьюти бокс. Так называется страница. К сожалению, у нас первую страницу какие-то нехорошие люди заблокировали. Вот. Но у нас есть новая, на которую можно заказать. Я привезла с собой бьюти бокс. Монако покажу вам. Тоже сниму сториз. Вот. Монако. Монако. Мишелонька, привет. Как дела? Монако. Монако экскоffерка. Это... Можно ли беременном пили, я не знаю. Это в зависимости от того, какой у вас тип холодный. гормонально я не пила, я вообще с гормонами не шучу. Врач знает, что я не буду пить гормоны, даже если она мне пропишет. А китаец сказал, кстати, когда я сдала как раз до этого гормоны щитовидку, он говорит, мы не смотрим гормоны. Мы смотрим пульс, мы смотрим, какая циркуляция крови у человека, если все нормально. Он говорит, мы не смотрим на гормоны. И живут очень долгожители, живут по 100 лет с лишним. Слышно меня? Слышно меня? Как раз говорю про то, что китайцы китайцы не смотрят на гормоны. Говорят, мы вообще не смотрим на это. Мы смотрим только на пульс. Поэтому не факт, что... Я вообще с гормонами, я считаю, это опасно шутить, пить. Не знаю, я ничего не даю советов, но каждого своя голова. Миша, давай назовем твою тигрулю. Как мы ее назовем? Слышно, нет? Не села батарейка. Ой, мы попали в такую мертвую зону. Смотрите, как красиво. Слышно, да? Мы с тобой у меня пропадали, зависали, поэтому я не знаю. Си-си, уй-вы. Си-си. Валтандра, да. Ну, как придумать. Много придумать. Договаривайтесь со своим мужчиной. Подответственно, с двух сторон. Мою дочечку написали, что объясните мамочки, моя любимая. Моя дочка, мамочка, ждет и поцелую и обниму. Я-то быстренько сварю дочку. Слопучи, рыжечка. Сладкая. Так, давайте назовем маленькую девочку. Тигрицу у Миши. Девочка. Как мы назовем ее? Нужна помощь с именем маленькой тигрицы. Интересно. Анжелиной назвать? М-м-м. Может, мы назовем ее Энджел? М-м-м, Миш. Предлагают. Энджел. Энджел. М-м-м, Энджел классное имя, кстати. Ну и вопрос у людей. Не говорите, вы тут не такое еще увидите. Какой пульс, я не знаю. Он же его не то, что слушает пульс, сколько там, в секунду. Он же, он так тремя пальцами, как на гитаре, как на скрипке играет, так. Так, раз, потом передвигает, потом три пальца ставит, потом одну, потом два, один, потом два, потом три. Помада или без помады? Леди. Белла, не ее, Белла. Он же сладкая такая, не делишь, к маме, на дочке с сладкой домочке сидит, мамочка любимая. Лада, Белла, Зоя, Миш, ты слышишь? Софья. Тая, О, Арнелла. Посмотри, какие варианты. Я буду вас спрашивать варианты потом, когда имя надо будет, малышу выбирать. Энджи. Мира. Миш, ты здесь, нет? Сафари. Посмотри, сколько тебе вариантов предлагают. Сафари. Пигруля, Анжи. Пигруля, Анжи. Пканы уже вот скоро будут уже через несколько дней. Через четыре, да? Луна. Как стать уверенной на своей девушке в глазах мужчины. А я... А Витя говорит, там 4 пульса, легких, сердце и еще. Видите? Они как бы... Не то, что там не просто пульс, он его смотрит, такой пульс, тут выше. Он его как прям изучает. Муся. Тут, Миша, ну вот, что тебе? Ты столько вариантов предложили. Евангелина вон предложили. Ха-ха-ха. Выбирай не хочу, называется. Какой-нибудь запомнилась, какой-нибудь понравилась тебе, Миша? Грюля не будем, конечно, я думала, не называть. Грета. Какие имена красивые. Фрося. У меня бабушку звали Фрося и другую звали Зоя. После Ефроссине, Ефроссине Пантелееву. Коробку. Как получить ваши вещи, убить коробку и слезу краевную? Все работает. Молли понравилась, да? Молли даже не видела, видишь? Жалко, ты не привез, мне бы его привез, я бы его, блин, быстренько сейчас бы мы его ими нашли. Пару фоток. Вон, Джоли даже предлагают. Может быть, знаешь как, может быть, мы вместе с тобой возьмем несколько вариантов, которые нам нравятся, и те, кто-то соберет больше всего лайков, кто-то выиграет. Брекеты сколько наши уже? Двогодние. Я сняла верхние брекеты, нижние пока только остались. И мы подбираем тигреночку маленькому. У Миши новое пополнение тигреночек. Появился девочка спасли, которую мама не хотела кормить. Вот, так что мы подбираем ее. Все, я приехала домой. Когда буду в Москве, дорогой, буду в Москве уже не скоро, а уже в июне, наверное. Да, вот это бренд, который я делала подвесочкой, бабочкой. Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok